welcome 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 спасибо за поддержку канала да реклос когда-то был маленьким сейчас самый кстати молодой на этом чемпионате мира является юкал вот такой вот интересный чемпионат мира ну по крайней мере из оставшихся в групповой стадии команд потому что я не смотрел возраст игроков команды play in стадии но если вот групповую взять то игрок команды к это ростер юкал ему 17 лет вчера он давал интервью в котором за стеснялся у него там было две девочки вокруг и он такой на самом деле он как брокса стоял и басом своим поражал флюидами своими так сказать разбрасывался в этих девчонок там понимаете шукс брала интервью и и переводчица была отзыв был как ее зовут кореяночка это у тебя закончился день без кое-кого еще не закончился теоретически он еще не закончился там еще час час времени до этого но а сейчас у нас ребят будет проводиться игра между командой g-rex и invictus gaming g-rex of уже по-разному тут люди называют и free рэк сами их называют то есть свободные рэксы то есть свободная касса можно легко проходить через эту команду а вот инвиктусов все как-то подзабыли в том числе я что это все же чемпионы регулярки к китая двукратные кстати чемпионы регулярки китая но двукратные вице-чемпионы китая по результатам плей-оффа то есть плей-оффе они всегда проигрывали финале команде royal never give up а вот до этого в регулярке они занимали первую позицию то есть royal never give up больше ошибок творила на протяжении всего турнира нежели вот эта вот команда также у них есть супер богатый ну не тренер а как его бы называть хозяин этой команды который даже выступал в основе своей команды в один момент когда они уже ну точно выходили с первой позиции плей-офф да интересно вот я подслушал английских комментаторов не какую-то статистику решили рассказывать но статистику эту я тоже знаю ни одна еще команда на этом чемпионате мира не удостоилась статистики 6 побед 0 поражений это последняя команда которая может сделать такую статистику 60 могут сделать они за сегодня сейчас они идут 30 играют против команды 03 и тут уже стоит поговорить про лмс третья команда региона лмс последняя команда оставшиеся в живых джерексы им нужно выстреливать здесь и сейчас это для них последняя возможно последний шанс остаться на этом чемпионате мира если они сейчас проигрывают они точно вылетают чемпионата мира шансов для них восстановить былое имя лмс не будет но думаю конечно неприятным соперник достался инвектор с гейминг не с них хотелось бы стартовать хотелось бы им стартануть свою игру со ста воров ну кто же виноват что вы из playing стадии пришли поэтому вас здесь аутсайдерами изначально и поставили лмс рип и сегодня скорее всего это произойдет более того лмс провел самый худший турнир за всю свою историю на да они в третий раз подряд не вышли из групповой стадии ни одна команда из лмс региона не вышла из групповой стадии помните что команда флэш вульф на тайбрейке отлетела от команды g2 и мы потеряли потенциального чемпиона мира как мы уже про это говорили но команды из лмс регионов никогда не заканчивали со статистикой 06 групповую стадию они всегда боролись будь то а и шкью будь то флэш вульфы даже если они не выходили из группы они все равно забирали хоть какие-то карты у противников здесь же 06 отыграла команда мэтт тим мэтт тима сыграли 06 такого просто никто себе представить конечно же не мог более того g-rex и могут сегодня отыграть 0 6 еще раз два раза по 0 6 сами понимаете к чему приведет если студии проигрывают g-rex то они изи из призового фонда получат это без увеличения призового фонда от продаж казикса подсказывает мне мирослав вместе соточка не проиграет они получают 50 тысяч долларов сша из призового фонда на данный момент так интересно могу вам показать эту структуру призовой фонд по-прежнему увеличивается и ты нас получается обманул потому что ты сказал 50 тысяч но здесь 43 а ну до 50 тысяч они не на 50 тысяч больше получает просто 50 тысяч а 13 16 место получает 28 тысяч долларов сша но это на данный момент потому что призовой фонд по-прежнему увеличивается от продажи казикса и здесь он пока кстати не измененный насколько я вижу это та цифра которую риуты закинули в этом году на призовой фонд чемпионата мира именно вот такую цифру они кинули в начале то есть казикса еще пока не учитывают ну про казикса видимо потом нам расскажут думаю в районе четырех каких-нибудь там миллионов казикса на продадут но и 50 процентов этой стоимости уйдет туда возможно призовой фонд будет там 45 миллионов долларов сами знаете что риуты денежки немножко по-другому раздают командам и поэтому сети команды за призовой фонд ты не очень не борется это не покер здесь где у тебя нет зарплаты тебе надо обязательно выиграть у тебя нет спонсоров здесь все немножко по-другому здесь большинство игроков не столь важно большинством из этих игроков вот заполучить этот титул с точки зрения денег как с точки зрения просто рейтинга жадные риуты где миллионы есть миллиона не волнуйся в развитие были потрачены миллиона у тебя youtube трансляция не могу найти ощущение что ее там нет и сейчас кто-нибудь из моих админов тебе это расскажет давайте посмотрим игру админ и следите ребят ссылочку всем кидайте кто приходит задает вопрос youtube есть не волнуйтесь сегодня мы на лайв-канале стриме джерексы 03 забирает себе атракса для пикея забирают себе заю с трэшом и получает в лицо не алистара потому что он был забанен не на утилуса потому что видимо балан боится его играть а берут они там кенча с кайс и первый раз я вообще вижу комбинацию помна этом чемпионате мира там кенч кайса редко кто так играет и если и играют так то обычно это делается для того чтобы спастись там от ульты скарнера от ульты ноктюрна синдры но уж точно не просто чтобы кайсу проглатывать кайса сама о себе может позаботиться очень хорошая мобильный за счет ешки невидимость за счет ешки если ты уже добрался до трех предметов и прыжок с ульты дает и щиток поэтому ассасины и не так страшны из-за этого ей нужны инициативные саппорты они такие как вот в данном случае мы с вами видим раз за разом за и продолжает проигрывать кайси но и упорно продолжает брать а у тебя обманная статистика я не знаю кто тебя обманул не слушать те кто тебя обманул если ты не в курсе кайса как раз таки проигрывает зачастую этому чемпиону вот я могу чемпион статус вывести и винрейт будет как раз таки за за и а кайса в отрицательной идет статистике 2 есть контрпика на play-in стадии было больше там еще люциана пытались играть и вот про него эти слова будут правильны люциан раз за разом проигрывает этому чемпиону вот если пробежаться поводы керрия то сейчас вот увидишь как зая имеет 11 побед 10 поражений кайса 14 14 то есть это либо скиллбейс либо с небольшим перевесом идет сторону за кстати еще одна победа за северку сделал ее 7 3 а вот люциан где он тут у нас люциан он сейчас 3 3 но это в этой стадии чемпионата мира здесь ребята умеют люциана использовать в отличие от других просто нюбцы все открыли для себя кайса тоже верно многие игроки которые не монет кайсу начали играть из-за этого все так пошло кривовато ну что же и битном сразу invictus gaming не умеет читать на русском языке не умеет находить в интернете статьи которые писались для тех кого нельзя называть команды и отдают синдру для кендика отдают playmaking чемпиона для mt и хардкери чемпиона для пикея именно это я запрещал той команде делать ну как запрещал советовал хотя надо было видимо запретом это делать я вам запрещаю надо было написать тогда бы возможно мы бы видели в плей-ин стадии не команду джерек сегодня а какую-то другую хотя возможно результат у него был тоже 03 но по крайней мере было бы нам приятно сегодня смотреть за противостояние снг сегмента против китайских топ-2 коллективов хороший чемпион у джерексов и такие себе чемпионы invictus gaming то есть есть комбинация камила плюс галю я это не отрицаю это круто у дюка есть ургот который для тимфайт хорошо подходит в отличие от рокса но когда мы спускаемся на бот-лайн мы понимаем что что-то здесь уже не то совершенно непонятно зачем 10 кайса на на бестяжке она никак не усиливает камилу не усиливает галю и также непонятно а зачем вам здесь там кенч что он там делает заменить вот здесь там кенча у команды invictus gaming на того же самого ноутилуса который мы увидели до того же самого грагаса и мы уже получили бы шикарный сетап но так получили не самый шикарный особенно зная как хорошо команда джерекс играет через хардкерри для пикея как хорошо играет empty на плеймейкящих чемпионах в лесу и как классно кенди умеет играть на синдре кстати зая тоже на вот лэйне помните что за и райкан лучшая комбинация команды джерекс на бот-лэйне но райкана в этой партии они себе выбить не смогли и пришлось куале играть на трэше ну что значит пришлось посмотрим если бы это были равные команды я опять ставлю если бы понимаете то команда джерекс имеет ленинг фазу преимущества имеет чуть-чуть слабее mid game но сильней late game это вот мое аналитическое как говорится видение происходящего то есть получается где-то 60 процентов за джерексами early game вылетел из игры у нас пикей мы это видим с вами он стоит за компьютер стоит на фонтане и вот за его компьютером сейчас судья уже стоит и говорит что случилось как так что что натворил это от рокса взял говорят да понятно появится наверно заново запустить игру потому что он потерял порядка 8 секунд игровых проще будет запустить заново игру либо ну убедиться что игрок не против того что он отстает на 8 секунд из игры так вот у команды джерекс 60 65 процентов early game pressure давление потому что лесен прямая контракт камели кто не знает и он кстати во всех стадиях игры прямая контракт не из за того что может выкидывать ее своей комбой из ее же собственной ульты и спасать таким образом своих игроков mid game чуть-чуть посильнее за инвиктусами адам из-за того что трэш и за и проседают а вот кайс с там кенчем чуть получше будет ну и конечно же первые ульты галлио вместе с камилой в комбинации это приятная тема ну и лейт чуть-чуть уже посильнее команде джерекс отдам потому что все же есть трэш который посильнее там кенча в лейтгейме и конечно же зая которая чуть-чуть посильнее кайса тем более что у за и есть усиление это трэш а там ну и лисин кстати и тоже усиливает а там вообще ничего не будет лисинта будет блэк ливером играть а там что таунты подкидывания ну гипотетически если эти таунты подкидывания не доберутся до правильной цели то 55 я дам за команды джерекс лидгейм придумывать ники с буквами но пике да на этом чемпионате кстати меньше 1 2 буквенных игроков чем было в прошлом году прошлом году был new 2 анна это только из команды lms региона был на топе кто-то двухбуквенный у китая был просто ю на миде я только не помню какой команды вот ю то есть было четыре или пять игроков у которых одна или две буквы в никнейме какая средняя продолжительность чего там средняя продолжительность давайте так какая средняя продолжительность жизни в киберспорте у киберкотлеты вот что интересно в лиге легенд средняя продолжительность все еще не выявлена но можно отметить как 5-6 лет лига легенд существует уже восемь лет это восьмой сезон восьмой год соответственно и большинство игроков даже до сих пор играют из-за этого и благодаря им продолжительность все увеличивается увеличивается но если просто взять киберспортсмена обычно это будет 3-4 года не дольше это если вспоминать тот же самый starcraft warcraft но опять же киберспорт развивающаяся дисциплина ребят абсолютно развивающиеся киберспорт занимает сейчас все позиции букмекерах я поймите меня правильно я против букмекеров как как это называется как фанатизм то есть я за то что люди могут делать ставочки там проигрывать выигрывать это их делает как казино она должна существовать для некоторых людей она ну как необходимо но фанатеть этим и одновременно с этим как говорится все последние деньги там проигрывать это это уже плохое это плохо так вот к чему я это веду к тому что раз начали букмекеры работать с киберспортом рассечили банки работать с киберспортом рассечили audi и бмв работы с киберспортом то есть обычные социальные продукты наши вот эти вот потребности начали рекламировать киберспорт это означает что мы на правильном пути мы развиваем его очень очень быстро в америке и в корее он развита не в бывалом уровне То есть вы, гуляя по Корее, увидите киберспортивные бары, где вот как вот обычные футбольные бары, там в Англии увидите, паб футбольный, где он посвящен полностью одному футбольному клубу. А здесь будет полностью посвящен одной какой-нибудь футбольной команде, этой корейской команде по Лиге Легенд, там, или какому-то конкретному игроку. И в России он тоже развит, но развит он на бумаге. Вот, знаете, такое вот слово. Ну, многое в России, наверное, развито на бумаге, но вот киберспорт, кто не знает, гораздо раньше был признан как настоящий вид спорта в России, нежели в Америке, либо в Корее. Я серьезно, можете прогуглить даты, и вы увидите, что почти на два года раньше Россия признала киберспорт спортом, нежели это сделали корейцы и американцы. Имея вот такой базис, осталось только, как говорится, заиметь спонсорство. А чтобы спонсорство заиметь, надо убедить. А убедить надо не только самих спонсоров, хотя это, наверное, тоже довольно проблематичная вещь, но и самих людей. Потому что люди, как вы видите, относятся, как, видимо, как 100 воров к этому всему. Это все игра, зачем это нужно? Мы пробились на чемпионат мира, ура, уже хорошо. Можно вот просто посидеть, поиграть в Лигу Легенд. Ой, отличный пинг, пойду. Блин, все, началось, началось. Все, закрываем эту тему. Про отличный пинг пойду, поиграю 150 игр, вместо того, чтобы работать над тренировкой своей команды, объяснить им их ошибки. Я-то Чалика беру, а Даймонд Прокс-то не берет Чалика. Может быть, стоит с Даймонд Проксом лично пообщаться и разобраться, почему он не берет Чалика, а не по принципу, ой, ты не берешь Чалика, тебе просто не повезло с союзниками. Понимаете, к чему я это введу? Когда, как говорится, сверху голова протухла, то снизу-то чего вы хотите ожидать? 0-0, счет, поехали. 3-100, 3-100 у каждой из команд. И Кендик. Я буду болеть, наверное, за Джерексов по двум причинам. Причина номер один. Я не хочу, чтобы команда из ЛМС еще раз отлетела 0-6. Если они сейчас проиграют, я думаю, у них будет полная демотивация играть дальше. Оставшиеся игры, потому что они уже вылетят из чемпионата мира, я буду просто ничем не заниматься. И я вот хотел бы еще, чтобы команда ФНК прошла сегодня с первой позиции здесь, чтобы увеличить шанс выхода неазиатских команд в полуфинал. Зеро-зеро. Куала второй левел апнули, но не сделали ол-ин. Игнает у него есть, но он играет не с Афтершоком, а очень странный выбор для Куалы. Все трэши играют, зачастую все трэши играют все же через Афтершок, чтобы после попадания Ешкой, либо Хуковым, либо той же самой ультой, это тоже социэффектом считается, у вас срабатывал Афтершок, и вы были бессмертны. А Буланта играет с Гаргули... Ой, извините, с Гаргули... С Гардианом-то понятно почему. Тем временем Нинка сделал себе третий левел, профармив свой лес. Увидел он лисея, на которой обворовал его лес. И понимает, что ничего уже с этим сделать не может. Довольствуется просто крабом. Кстати, это ошибка, ошибка лисина сейчас. Он должен был сражаться с Нинком. Во-первых, у него дабл баф. Во-вторых, у него приоритет на миде. Мидера нет на карте. Он уходил куда-то, и Кинди мог это сказать. И в-третьих, у тебя на ботлейне трэш, который только что запушил Буланчика под вышку и может сместиться. Не знаю, почему лисин за краба решил не воевать. Наверное, был так счастлив тому, что он смог забрать себе синий баф у Камилы, что теперь будет здесь проводить сражение 3 на 3 за свой синий баф. И вот тут возникает вопрос, а с точки зрения стратегии это правильно или нет? Конечно нет, ребят. Потому что теперь Нинк, зная, что у него есть приоритет на миде, ведь его мидер только что сбэкался и вернулся, а Синдра только сейчас сбэкается, просто прыгает в Эмти, предлагает ему дуэль 1 на 1, и Эмти понимает, что это неспроста. И дабл баф у него тоже закончился. Нет больше красного бафа, у Нинка тоже нет красного больше бафа. Вот Эмти бегает, ищет возможность подойти на свой синий баф, забивает на это все и возвращается фармить своих волков. Нинк даже здесь со смайтом ошибается. Вот такая вот проблема, ребят. Разница действий команд. Если бы Эмти сделал то же самое по Нинку в тот момент, Джерексы заполучили бы классное себе преимущество. И я думаю, Брокса бы так и поступил. Мгновенно посмотрев, что происходит у него на миде, мгновенно посмотрев, что происходит у него на ботлейне, а так Эмти проиграл только что лес. Кто виноват? Ну, Эмти виноват. Игрок лучший, как мне казалось. Ой, ну это минус. Никак ему не поможет здесь Кенди, хотя Нинк гонится за ним, кидает кушку, останавливается, кидает кушку Эмти. А почему он остановился, не совсем я понял. Можно же было дальше бежать без остановки. Камила медленнее тебя бегает по карте. Пытается Кенди у нас пороки попасть. Руки попадать под проказ. И соло килл можно сделать. Кенди идет дальше. Но это автоатаку. На его станет. Он слибает клинцом этот стан. Забирает себе этот килл. Но Нинг убьет его, дает замедление. Кенди пытается уйти за крипом. Еще один стан прописывает. Нет маны, к сожалению, у Кенди. Нинга нет здоровья. И поэтому он отступает. Кенди забирает себе убийство. Все же соло килл против Руки на меде. А Капстад, например, не умирал от этого игрока. Возможно ли, что в перерыве между плей-офф, плей-ин и началом групповой стадии кто-то похитил родителей Эмти? Не знаю. Но Эмти действительно играл очень хорошо в плей-ин стадии. И после этого его заменили сначала. Выпустили Бэй Бэя. А сегодня его вот наконец-то... Ну, не сегодня, еще и вчера. Не вчера, когда там это было. Три дня, четыре дня назад. Его тоже выпустили. Он неудачно сыграл против соточки. И вот сейчас он играет тоже неудачно за лисиной. Нинга его переигрывает. То есть лучший джанглер плей-ин стадии, по моей версии, ну и не только по моей, там по рейтингу даже это было видно, и рейтингу его игры, выглядит худшим джанглером. Зачем Галлио отдался? Ну, это лучший медлейнер, вы что, забыли? Показывает нам Нинга в этой игре уже, или что это такое? А нет, это просто в early game его. В среднем делает почти четыре убийства в первые 15 минут. С командой проводят около 48% времени. Kill participation под 70%. На боте чуть-чуть проиграла у нас Зая по фарму. Это ерунда, учитывая, что, ну, все же уровень Джеки Лауа и Боулана гораздо выше, чем Стича и Куала. Он тоже просто не хочет, чтобы у Джексов было 0,6. Большое отставание у Пикея на линии. Напоминаю, что в этой линии Ургот имеет преимущество в первые 10, там, ну, возможно, даже 15 минут. После этого начинает иметь преимущество 1 на 1 Атрокс. А если это преимущество, которое вот в начале Ургот набирает, не использовать, то Атрокс начинает его просто в соло убивать, в соло сплитпушить. И очень тяжело дальше большинству команд с Атроксом бороться. Но, зная чемпионат мира, как шел, мы пришли с вами к выводу, что большинство команд первые 15 минут просто выигрывают за Ургота на линии, а потом Ургот не уходит из сплитпуша, просто вечно бегает с команды, отпушил и побежал к команде. И никак Атрокс себя не успевает реализовать, потому что слишком долго ему надо восстанавливать силы. Хотя там пару игр, конечно, он выиграл, но винрейт его в районе 30%, то есть Атрокс против Ургота проигрывает. То есть чуть ли можно не сказать, что Ургот прямая контра к Атроксу. Но это только на чемпионате мира, понятное дело. Потому что здесь команды знают, как использовать преимущество Ургота, когда он добрался до двух предметов, Атрокс еще нет. Почему уже почти 8 минут Алисин так ни разу не подошел для Ганга? Потому что он когда должен был делать убийство со своим дабл-бафом, профукал его, а сейчас пытается вернуться в игру, купил себе Тиамат. Бедный Нинк присидел в кустах в ожидании Алисина, но он не может поверить, что Алисин все еще сюда не идет. Предлагает просто команде организовать тогда убийство, говорит, давайте, раз Алисин не идет, я сам приду к вам. Делает инициацию, но отпрыгивает у нас Стич на своей ульте, на Куала на флэше в сторону, и Инвектус гейминги отходят. Нинк ставит вар, предлагает пойти, делает дракона. Он вообще понятия не имеет, где Эмпти, почему Эмпти не играет со своей командой, потому что он был уверен, что Эмпти он сможет здесь поймать, сейчас на боте, на контрганге. Но этого не произошло. Минус двадцатка. Это, кстати, очень много пикей отдал, фарма. Знаете, у меня складывается такое впечатление, что команда GRX настолько была рада выходу в плей-ин стадию, что после этого то ли немножко с тренировками подзабили, то ли как-то попытались что-то новое придумать, мол, нас же уже раскрыли, все видели, как мы плей-ин стадию прошли, как мы всех победили, и больше эти стратегии не сработают. Давайте думать что-то новое. Ну, так вот выглядит именно со стороны. То есть давайте немножко поиграем не так, как мы играли до этого. То есть даже сейчас, если так задуматься, Эмпти на чемпионате не играл еще Лисина. Вот сейчас он его играет. Ульта Дюка промахивается, Нинк дает свою ульту, пытается добить от Рокса. Добивать это получается, но от Рокса будет пассивка. Эмпти ставит в Ордецкий и убеждает, что Камила через низ не идет. Можно идти Краба забирать, но Эмпти решает забрать не Краба, но слишком пассивно играет Эмпти. Я не знаю, что с ним не так. Краба надо идти забирать. Ну, конечно же, на реке. Ну, Камила битая. Зачем ты остаешься здесь, в этой стороне своего леса? Ганг хочешь сделать Пике? У Пике нет здоровья, там у Дюка Фол здоровья. Пике должен сейчас уходить на рекол и все. Мог бы прикрыть эту линию потом. Ник за контринант скиллом. Тем временем у Стича по предметам нет отставания. Пока он не единственный, еще вместе с ним и Синдера чувствует себя прекрасно на своей линии. Но если у Синдеры эта линия считается доминантной, то есть у нее нет никакой проблемы во фрифарме стоять против Галлио. Галлио, конечно, может начинать сейчас начать летать по карте. Показывает нам статистику Джеки Лоуа в первом круге. Чуть ли не лучше АД Керри. 14,7 КДА. Второе место. 90 килл партиципэйшн. Без него команда вообще не делает убийств. 654 урона. Лучше среди всех АД Керри. И плюс 12 фарма на 15 минуте. Это четвертое место среди всех АД Керри. Но Джеки Лоу всегда был тенью УЗИ. И смотря на эту статистику, мы прекрасно понимаем, что он тенью этой и остался. То есть как раз ему не хватает парочки еще показателей, чтобы перегнать УЗИ по статистике. Я думаю, главная его проблема это килл партиципэйшн. Слишком большой килл партиципэйшн для АД Керри. Такой килл партиципэйшн должен быть у саппорта. И приближаться должен джанглер к этой же статистике. У него АД Керри. Ему надо больше фармить. Ему нужно больше набирать действий не в мидгейме, где он, видимо, это все набирает, а в лейтгейме. Но с другой стороны, как говорится, команда-то все равно выиграла три игры из трех. Какая разница? Хороший хук здесь, но им не воспользоваться. Ургот имба! Да, Ургот имба. Я с этим соглашусь. Я тут 3 на 3 вчера, когда играл без стрима. Взял голдашку, ребят. Ой-ой-ой, Пикеев фыщекает кустики, его ловят. Есть ли ульта? У Пикеев не успела откатиться ульта. У Нинго успела! И у Пикеев чуть-чуть не хватает, чтобы откатилась ульта. Давай-давай, ульта, откатывайся! Не успевает! Вот она появилась! Песечки не хватило секунд для отката ульты. Как так-то? Откуда КДР Нинк себе урвал? Там надо сравнивать. Видимо, 10 секунд разница между ультой от Роксой и 10 секунд разница в плюс. Как раз таки Камилле. Ургот это понятно, почему. У него КДР уже собран 20%. У Камиллы тоже 10% уже собрано. Ай-яй-яй, как это зарешало. А представьте, если не слушать Проли, а слушать как раз, точнее, наоборот, его доводы, что профессиональные команды тренируются по 24 на 7, представьте, что он специально, Нинк специально купил себе КДР-ку до ботинок там, сделал ульту с этой КДР-кой. Дюк, ну, у него автоматически идет КДР-билд, это вообще не обсуждается. Зная, что Атрокс не успеет откатиться ульта, и они смогут двойной ганг сделать подряд, и он прям, когда у него будет откатываться ульта, проделал маршрут, чтобы туда прийти. Чувствуете, насколько вообще идеально все было сработано командой Invictus Gaming? Просто невероятно. Ну, я понимаю, что против команды G-Rex это работает, а будет ли это работать против других? Но тут меня Скайри берет и, как говорится, окунает в статистику дерьма, вот так вот скажу, Скайри говорит, да ладно, там все просто, у Атрокса ульта первая 160 секунд, а у Камилы 140. Ну, тогда все, тогда это неинтересно. Все. Все мои доводы, про ли прав, ребят, не надо лейнингфазу выигрывать, надо просто макроигру тренировать, и будете вы на чемпионате мира, дном, но все же будете. Сможете потом говорить, добейся сначала. Ургота 120. Не, ну, ургота я знаю, да, у него изначально там ульта очень быстрая, поэтому риоты и хотят придумать так, чтобы урготу не сломать игру, они же прекрасно понимают, что ургот очень слабый в лейтгейме, поэтому его нельзя ульту кд менять. Ньюрон вроде не хочется трогать. Кстати, на ПБЕ уже начали тестить нерв кайсы. Правда, этот нерв касаться будет только обилити пауэр кайсы, и вот это интересно, потому что вся кайса останется такой же, как и была. Хороший хук, ловят, лисин, кик, но как же буланчик проглатывает, и она выскакивает, дает ульту, галю прилетит сюда сверху, дает подкидывание по двум игрокам, у него есть таунт, будет ли он его нажимать? Конечно будет! Флэш, штамп, по трём игрокам подкидывание, а где остальные? Таджики Лоу пытается бить, но ему не хватает урона, потому что ПК вытанковал всё это, и Синдра подходит, делает кейл, после этого второй кейл, но хуке ловит дюка, который пытался уйти на ешке, но как же ему не даёт никуда уйти Куала, ешку даёт, получает тогда это лицо, его проглатывают, ай-ай-ай-ай, смерть, но зато за это можно будет снять шедэшечку. Ещё одно убийство за команды Джерекс, Джерексы огрызаются, Тираннозавры решили потопать немножко лапками своими. Вообще, конечно, если так задуматься, брать символом своей команды Тираннозавра не очень разумно, учитывая, что в киберспорте самое главное это как бы пальцы и руки, а вы знаете, как выглядели, ну если верить историкам, археологам, как выглядели у Тираннозавра лапки. Ногами играют Джерексы. Откровенно говоря, ногами. А больше нечем просто. Всё же Тираннозавр. Но руки вроде сделал неплохой такой Тауэрдайв, но они что-то как-то не учли, то что Кенди тоже уже спустился сюда и Пикей с ультой остался и он сможет вытанковать большую часть урона. Эскайса файт провела зато какой кусь у них. Да, кусь у них то, что надо. Что делала Кайса? Ну, это Джекеловская Кайса. Не лучший его чемпион на самом деле. 4-4, две тысячи с половиной отставания команды Джерекс. Играть все еще можно, но неприятно. Напоминаю, что мидгейм я отдавал уже за команды. Айджи как раз они вот этим мидгеймом мы воспользовались. Там у них комбинация ультимативных способностей. Галлио плюс Камилла. Ургот, съедающий одного игрока. Плюс тут и Кайса может совсем нагло себя вести, потому что у нее есть Болван, который сможет ее проглотить на там Кенчи. Но чем дальше будет идти играть, тем проще будет с Джерексом сражаться. То есть сейчас самая сложная стадия игры у них. Чуть попозже будет попроще, а потом вообще они уже будут лидерами, но правда незначительными тоже лидерами. Но если они смогут на равных продержаться эту стадию игры, дальше там 3000 не уйти в отставание, вполне реально даже побороться ловят Кендика, но Ешку тратил руки, а без Ешки таунт не имеет никакого смысла, потому что нет подкидывания, значит нет комбинации урона. Магическую пенетру у нас собрал Кенди, и теперь он может в общем-то шотнуть ту же самую Камилу, хотя она уже почувствовав эту проблему, сразу начала собирать себе здоровье. Рубик кристалл добавил 150 ей здоровья, это хорошая такая покупка. Вроде бы маленькая покупка за 400 золота. Я думаю, большинство из вас соло-кубы про себя подумали, да ладно, это ничего не решит. Куплю это или куплю мечик и один пинкварт. А нет, ребят, решает. 150 здоровья от ульты, когда у противника Лебланка, Синдр, какая-нибудь Велинка тебя просто шотнет, либо ты останешься в живых и успеешь сам в ответ нанести очень много урона. Блин, эти боты на Ютубе и до сюда добрались, смотрите. Я просто смотрю. подпишись на мой канал. Я Ваня Тей. Рад тебе, Ваня Тей. Жаль, что мы не с тобой разговариваем, а с твоим ботом. И вот такой же бот, кстати, ходил и от Офинерса. В свое время у меня по каналам. У нас здесь проблема небольшая. Проглот за глот. По Синдре Синдр дает ульту, но Нинк выживает за счет Руби Кристалла. Да нет, на самом деле за счет ульты Галлио. Руби Кристалл здесь не особо важен был. Это просто вот я про почему Офинерса вспомнил. Точно такие же боты ко мне приходили на YouTube и на Twitch причем тоже. Ты даже с ними разговаривал, они тебе не отвечали, потом заходил проверять остались ли на канале эти так сказать люди и видел, что они просто написали одно сообщение и ушли. Ну очевидно, что это бот. Либо очень специфичные люди, которые ходят по чужим каналам, предлагают подписаться на другой совершенно канал по Лиге Легенд и при этом уходят с этого канала. Именно поэтому у меня к нему такая небольшая неприязнь. Это просто кто-то я помню спрашивал, а где доказательства? Какие ваши доказательства? У меня доказательств нет никаких. Только личный стрим и в прямом эфире, когда это происходит. Одержимые, да. собор бегали ко мне на канал и так делали. Это было где-то месяцев семь назад. Это еще было до Руриутов, когда я съездил в студию, еще до этого. Причем самое любопытное, я не буду говорить, кто еще мне это рассказал, чтобы вы не подумали. Может, он не хочет этого говорить, я-то не боюсь, а вот он может боиться за свою репутацию. Просто там в Руриутах еще с одним стримером-блогером общался и он как раз мне я начал говорить, что я знаю одного стримера, который неожиданно стал популярным и мне кажется, он это сделал все за счет ботов, тот говорит, да и кто это, я назвал, и он такой, у меня тоже на канале такие приходили, и я такой, ну все понятно. Если и к тебе на канал такие же приходили, то все понятно. абсолютно точно теперь все понятно. Но это уже он сам, если захочет, вам как-нибудь расскажет. Кто расскажет, не буду. Ну тут у нас, к сожалению, ребят, G-RX умирают. Мидгейм, помните, я говорил, проблемно у команды G-RX, и эти проблемы гиперболизировались, как только закончилась вышка на ботлейне, сразу же сместились на мид у нас Камила Галлио, там Кенч, они сделали убийство, после этого переместились на ботлейн, сделали там еще убийство, и сейчас Соло Килл сделал, ургот на Атроксик, потому что у Атрокса все еще один предмет, и IG решили сделать еще и быстро внашорочили шишку. Как ты считаешь, будут ли изменения в составе Гамбит, или они оставят все как прежде? Ну, ты мое мнение спрашиваешь, или прогноз? Мой прогноз, можно оставить прежний состав, проблема не в составе, ты знаешь, где проблема, вот что нужно менять, проблема-то как раз не в игроках, я всегда говорил, что проблема в СНГ не в игроках, всегда вам это говорил, ну, можно, ладно, если есть возможность заменить там стажера на более сильного топ-лейнера, то с удовольствием, если есть возможность поменять лодика на более сильного на воде керри, тоже можно менять, то есть, как бы, единичные замены, они не повлияют на всю структуру команды, если вы реально будете менять менее звездного игрока на более звездного игрока, не звезданутого, а именно звездного, в смысле того, что он сильный игрок, хорошо играет, потому что есть звезданутые игроки, которые думают, что они просто сильно играют, а все совсем по-другому, всех распустить, кроме стажера, стажер пусик, может быть, стажеру пора подумать о тренерской карьере, потому что у него есть опыт игры в лесу, у него есть опыт игры на чемпионатах мира, опыт игры на топ-лейне, наверняка он еще и шатколер хороший, потому что мы же знаем, что все шатколы делает в команде Гамбит, именно он и Эдвард, и может быть, действительно, ему стать Сент-Вишесом нашего дивизиона, нашего региона. Стажер стать наставником для стажеров, да. Какого ты отнесешь в угол звезданутых игроков? Не, тут ты меня не спровоцируешь. Ну что ж, 4-9, счет плюс 11 тысяч IG заходить наверх сейчас будут, и меня это радует, потому что следующая игра будет интересная, следующая игра будет, ребят, между командой 100 воров и командой, если я правильно понимаю, джерексами, да, вроде они должны будут друг с другом играть, и там-то мы как раз и из в этого имся. Что-то я хотел еще рассказать вам про сегодняшнюю игру, вот эту, какая-то была у меня информация, не могу пока вспомнить, может быть еще вспомню. Слишком быстро она прошла, ну или подошла к концу, она еще не прошла. Финальный тимфайт надо будет провести. Empty теряет титул лучшего лесника, ну он уже давно его потерял на самом деле. Флэштаун шикарный от руки, подкидывание от руки, это минус все игроки команды G-Rex. Классно отыграли, конечно, мидгейм сетап команды IG. Ничего нельзя здесь сказать, Лисин зарабатывает наконец-то первое убийство в этой партии, добивая Кайсу ногой, кстати, Кайса могла отфлэшиться, но не среагировала. Какие топ-5 непрофессиональных игроков у Гамбит ты знаешь? Забавный вопрос. Какие топ-5 непрофессиональных игроков в Гамбитах я знаю? Ммм, это забавно. Твой вопрос уже смешнее любого ответа, который я бы мог дать. Это кейл. Нет, Нинго не получается убить, потому что Балан его проглатывает и игру заканчивает команда Invictus Gaming. как найти записи шатколов гамбитов. Это не смогу подсказать. Такие вещи обычно нигде не записываются, ну, или не выкладываются, если записываются. Джерексы играет следующую партию. Следующие ребята будут играть фанатики против команды Джерекс и его Джерексом. Они могут испортить Европе чемпионат мира. Они могут организовать сейчас шикарные заходы в леса команды фанатик. Но учитывая, как сегодня выглядели фанатики, мне кажется, там еще больше будет разгром, чем они учинили против соточки. Пока идем на перерыв. После перерыва будем смотреть эту игру.